так слышно проверяем настройка как слышно отлично даже не буду ничего как моно видно слышно у кого я сама себя еще пока не это вот тут смотреть вот вопросы все смотрели сериал замечательный даже не знаю что на этом ну вот видно и сделали себе попить что-нибудь оставил лайк того с чего начнем замечательный сериал конечно же на более продуманного сериала я не видал когда еще рой мог думать вот это утро его и мышление они показывали потрясающие результаты продуманности естественно сериал документалка как или иначе все относятся это заложено такое близкое ко мне рою и целям социоинженерии этого сознания какой персонаж более всего интересен пишем терял жесть ну начни конечно я бы хотела наверное начать из того чтобы ты попросить тебя чтобы ты объяснил что такое карма ну что очень часто люди часто ее призывают это к вики это крикусе она ее призывает постоянно просто объяснить людям что это такое карма потому что много вопросов карма хорошая карма плохая карма за хорошее прилетает или за плохое прилетает плюсик карме вообще что такое карма это понимаем многие очень манипулируют этим понятием и мало кто объясняет есть ли почему объяснять то все ну вот я думаю что стало казалось что его объясню есть закон притяжение есть закон карма то есть это объективные некие механизмы то что внутри я разбирал материи информации мира некая мера и мерило всего то что объясняет то что направляет некие рельсы по которым движутся рельсы материи скажем так информация это то какие рельсы а вот то как взаимодействуют рельсы условный поезд вода и русло и материя между собой информация с материей информации между собой это некий закон в том числе фрактальность тоже закон это одно из проявлений икона то есть то паса того самого той самой меры который когда-то петров говорил и неплохо в меру своей информированности если бы он знал реальную историю цены бы ему не было он бы не скорректировал свои лекции они были вообще идеально так они близки к идеалу рекомендую послушать генерала петрова там за каждой фразой буквально идет целый пласт информации о чем подумать дам она да я так и слушаю его не бывает одну лекцию могу слушать несколько дней потому что останавливаясь мне нужно свое досмотреть свое додумать мы свое дочувствовать он не говорит о очень многих вещах которые ему понятно что были непонятны в то время но он как бы намекает и дает большое поле для творчества для того чтобы осознать и подумать самому ну а насчет кармы то ты сказал чудесно призывать карму это но ты недавно мне привел пример такой что призывать карму это все равно что призвать на человека закон всемирного тяготения но призывай не призывай и снова же он работает да он просто работает он плохой ли он хороший но и стороны благодаря этому закону мы не улетаем непонятно куда с другой стороны можно очень больно шлепнуть к уже благодаря этому закону тяготение поэтому карма это причинно-следственная связь закон это то что закон это некая черта то есть направляющий вектор механизм скажи есть о кон по кону есть за дел то есть это формула можно сказать что формула алгоритм как все работает я называют иконом это кто-то называет богом но сейчас понятие бога ассоциировали из великого никому дедушки там или не дедушки на облачке это чушь полная немножко не так и религии придуманы поэтому религии придумали для того чтобы отвратить людей от понимания правильного взаимодействия со вселенной и с коном напрямую каждый человек может взаимодействовать с коном потому что часть кона включая фрактальность про везде и в днк в спирали сама спирали там по фрактальному принципу и и легкие и кровеносная система и мозг и шишковидная железа это тоже шишка все шишки они фрактальные пометив которые набивают люди моей жизни и медов форма и очень хорошо закон кармы который объективно существует его независимо от призывов а тот кто призывает на кого-то карму как проклятие некое воздействие получается мягко говоря в лучшем случае не понимает о чем говорит окку обучаем она подменяет подменяет это до получим подменяет кона собою то есть становится к нам переворачивает и и огребается тоже за это за то что подменяет собой куну под и пытается играли в бога это тоже немножко чревато и чревато как говорят когда бог на кого-то гневается он лишает его разума вот мы видим это на примере некоторых критиканов цельнозора в том числе крыша едет окончательно видно прохудившиеся крышу и у этой земля как его и у нади рыжук гросси свои и ваши которые просто которому невозможно ничего объяснить невозможно дебил объяснить что он дебил потому что он дебил и векуси тоже и прочим просто кто идет против фона формы вот первое что делает тупеет вот на примере наших властителей мы тоже видим на человеческом уровне мы видим некоего коллективного виталия кличко который просто иногда хамит давится у нас некоторые думцы такие первые выдают просто они глубоко в системе им плевать на мораль на сострадание они просто идут против фона и системы наши власти имущих это все сейчас очевидно становится настолько явно и очевидно что мы живем в эпоху великого прозрения на самом деле которая все больше и больше накрывает всех поэтому призывать корму иконы бесполезно они есть можно с этим работать как топор можно рима строить можно голову рубить эти механизмы можно как-то использовать но тоже на всякую хитрую задницу найдется болт с левой резьбой поэтому рекомендую просто жить по полу о карме и соответственно все так или иначе процентами без процентов ну как-то вернется какой персонаж больше всех на задел кого интересует не хочу смотреть на начинать я хочу послушать людей пишем как время летит четыре года слушаю недавно было четыре года геокард после того времени как мы записали первый сеанс до 20 год как время влетит вот как вчера было и он мы там если там в бангладеш поплевался первым же самолетом после этого локдауна свалил варил обратно не захотел ни масочки носить ни колодца поэтому уволился все бросил и вернулся бросил большую зарплату бросил много чего и сделал свой выбор и тоже получил некую карму индусы говорят до харма если отбросить все или сказки положительно отрицательная карма возмездие карма карман это то что вот скрытые то что внутри многие интересные сердце и тиреон джонс ноу мать и драконов конечно ну вот ты читаешь конечно на 102 сердце и сердце и да ну сердце я королевич на начнем с этого главное вообще-то и сериал в какой-то степени то лишь сводится к борьбе неких королев которые одна типа старая другая новая идет на замену это ары масонские имена ский символ когда там одна красная королева другая одна черная другая белая и подруг с другом воюю еду якобы тихому-то на этом построены больше всего прав у королев чему-то и возможностей атак у них сознание устроена тема красной королевы во всех видах то есть там по сути очень много повесточек современной это касается и лгбт и и хорошая промывка мозгов весь сериал спросили про сердце и да робстарк почему роб брана тиреон да и бран тоже там по сути все дети персонажи но все дети это понятно этого старта а все персонажи это вот все мужские персонажи главные это отображение одного мужского персонажа сущности скажем так тема мужского женского тоже хорошо показано тема король битвы королев тоже отлично показано по сути там всем заправляют женщин на некотором уровне можно понять что все по сути вокруг женщин для пляшет но с другой стороны угла как бы мужики не книги через все по женской воле и серсея по сути главный персонаж то показан какой-то степень на одном из уровней да это там многогранно можно с разных сторон и на разных уровнях посмотреть и но на некотором уровне заделась удивительно гениально может найти этого персонажа который немножко резонирует каждый резонирует это один из главных персонажей тут показать как работает карма и и отношений очень легко появляется примерно в тот момент когда они приезжают в интерфейл и первые роль вот она сразу знакомится здорово это там в в принципе но в это гнездо старков скажем а вот тогда когда сбрасывает маленького мальчика и вот с тех пор у нее пошел расколбас вообще до первое начинается с чего старт убивает по сути не причем парня отрывает голову человеку который просто хотел сказать что там ходоки он прошел через стену и пошел предупредить людей что он увидел ходока он не предатель ничего там не убежал он пошел предупредить да и по сути ну лично но не разобравшись по сути убил не невинно вот там хорошо показано как неправосудное решение и как она оборачивается на в личном плане в персоне несмотря на то что он глава государства ему прилетело ему также отрубили голову и дети которые с ним были и дали примерно все но это другой вопрос это мы личное у них тоже было он не разобрался и с ними за он как бы правильно хотел сделать но выбрал неправильную сторону неправильный механизм и с ним поступили также на некотором уровне то есть вернулась то же самое тем же да там много оговорок добавок но то же самое мне очень интересен персонаж арии и притом начиная тоже с первой серии если вы помните ребята посмотрят на вы помните ария девочка которую там колбасила бросала туда-сюда чего начался сериал и с чего началось повышение именно это игры на маленькие совсем мальчики лук мальчики играют мальчики тренируются стрелять учатся стрелять из лука но делает ария она появляется на заднем фоне и когда не получается по моему рановой это же здорово она молодец но она и в чем молодец она прервала занятия передачу опыта от старшего к младшему она вмешалась в дела мужчин она унизила брана и отбила ему охоту дальше идти по тому пути да наверное это все на пользу пошло но очень глубоком механизмы коррекции сработали все равно вот на он свое мужское занятие как ну перестал после этого интересоваться он должен уметь стрелять брана не да он младше не все получается но это все равно что вот куличики не получаются у детей придет взрослый каменщик разломается куличи и скажет вот так правильно что это дело что лили не получается у кого-то там математика но с двойкой вот математик преподаватель вуза придется что какой-то мудак ну ничего это не умеешь вот как надо решать у каждого свой путь она четко обрубила мужской путь она возвысилась над мужчины над братом вмешалась ну и во первых она выбрала свой путь она отказалась от женского пути рых она выбрала путь некая разрушительница именно это и прохать и прайс да и потом весь этот путь он красной нитью через всю ее жизнь и она пошла вот идеальные психологи замечательное первое детское вспоминание или первое программирующие воспоминания когда вот выбор что-то произошло и потом тащит жизнь это все повторяется вот она не сделал вывод не обратилась к прошлому не изменила ничего и и тащила орёжила и хорошо что выжила могла и не выжить потом ее хорошо так покорежил ее же выбор не что-то то что с ней происходило 300 от ее выбора но у нее много раз была вилка вернуться в интерфейл это зим в зимний замок не сделано выбор спрашивали роберт старт и это тот который молодой был которому отрубит голову вы начались его припятии даже не с того что он из того что он пошел за отца мстить или из того что он предал свою нареченную невесту женился на другой ну в общем то да все было хорошо весь север был с ним он взял обязательство жениться и женился совершенно на другой и там все можно двояко понимать да и по любовь но он разрушил все и во время войны да он сделал выбор типа семейное счастье что глупо во время войны не до любви не до семьи он не просчитал и пошел на поводу эмоций тоже отказался от своей мужской сути и вся мужская суть вся воля организаторские способности слились вот этот вот детородный женский орган который тоже потом все это поскольку выбор был неправильный все уничтожилось хорошо наблюдать эти вот так хорошо там все показано еще всегда есть некий выбор всегда все переврано то есть хочешь быть хорошим исследовать любви люби свою сестру разрушая себя разрушая все вокруг убивая будь ненавидим всем я про этого любовника сирса это брата сердцем джейми лайн ланнистер да вот хочешь быть успешным манипулировать людьми чтоб все делали то что тебе нужно будь подонкам это мизинец хорошо показано просто прекрасный персонаж очень хорошо знать человеческую натуру мужскую женскую знает как манипулировать можно только через низменные через шантаж через секс вот бордель держал прекрасно знает женскую мужскую природу как он шлюф натаскивал там очень глубокое знание показано мужской и женской природы женская сущность двойная и блядская и в то же время некое самопожертвование там очень много чего показано если хорошо подумать просто гениальный сериал да вроде бы знаешь такой трагический образ жены этого роба старка девочка которая была беременна которые убили она погибла очень искренне жаль но она сама разрушила на сама влезла она разрушила мужика она разрушила во первых мужика во вторых влезла в общее поле некий рок-старк и была некая его невеста неважно не были знакомы или нет нет было некое объединение правильно они были на было там не все города и она влезла между ними и она получила посеешь бурю ой посеешь ветер пожнешь будет если она разрушила в фильме очень хорошо показано и сейчас не говорю допустим о книге я говорю о фильме хорошо показано в основном просто доработан доработан с основном же она была она влезла она влезла в отношения и что произошло мало того что погибла она погибли ее нерожденный ребенок в какую-то начало не имела вообще ну как посеять на асфальте зернышко девочки задуматься основы не было девочки задуматься о том да стоит ли лезть в отношениях а уже сложенные у кого те отношения когда она среди кучи мужиков во время войны что там новую пару перепихонов и все это его отвлекает какие там нахрен отношения и она не женский персонаж явно она влезла куда ей не стоит ну и огребла соответственно да вроде бы пожалеть вот бедная беременная и убили но она всего лишь огребла то что посеяло сеешь характер пожнешь буду привычку характер 2 уже мудрость народная король ночи это тоже некий образ который против королев идет но на самом деле показывают про то человечество но это не совсем так насильно ли превратили в монстр тоже вопрос там еще один был такой персонаж который против этого короля ночи то есть хорошо там показано противодействие всегда до в любом зле показано есть что-то хорошее там хорошо переворачивают хочешь быть уделять внимание женщинам что ценили вот как там с этой король то эдик который танцевал с это брат по брат да брат короля убитого рэдли рэдли да брат и он и он получается с этой которая воин рыцарь была надо прям он когда работаю смотрю память вообще вылетает в общем с этой рыжей дылды который некрасивый он с ней потанцевал чтобы всех заткнуть рот то есть помочь ей хочешь быть джентльменом просто уважать как-то на ком-то уровне женщин будь педико все переворачивают то есть показывают с одной стороны что в любом минусе есть плюс и хочешь быть хорошим значит будь ущербным любимую тему скажи про этого тиреона ламиста там все почему все почему которые те которые добились успеха все почему-то ущербные в этом сериале закладывается очень такая жесткая программка чтобы быть ущербно чтобы быть чем не нужно быть в чем-то нужно обязательно отчего-то отказаться нужно обязательно быть жертвой и онлайн такой вот весь весь из себя он стал несмотря на то что он там родился карликом это увеченник он стал очень влиятельным человеком хочешь быть умным и человечным ко всем хорошо относиться будь алкоголиком бледуном и карликом ущербным как ненавидит своя семья отказать нужно отказаться своей семье и прочее брендан который стал потом королем который стал трехглазым вороном он тоже этим благодаря тому что повредил позвоночник иначе бы он там стал рыцарем и пошел бы совершенно по-другому но это естественный механизм то есть любой минус в чем-то и имеет и плюс то что мы на сеансах говорим чтобы любом минусе в любом плюсе есть минус есть противоположные очень явного доведения до абсурда и в то же время это все в красивую обертку так чтобы люди приняли что вот иного варианта никак если хочешь иметь хороший да если хочешь допустим думать о государстве будь монстром отец ланнистров единственный кто заботился о государстве в объединении реально и хорошо относился к арии он бы мог что угодно с ней сделать девочка он знал что она врет он не стал докапываться не он не стал лезть внутрь он ее покормил он с ней общался он развивал он как психолог с ней поговорим почему-то единственный до человеческое отношение к арии было у него это он враг да он враг ее семьи но он есть то есть не человеческие по-человечески относился и по-доброму уничтожили как личность но изначально она считала что это ее друзья она туда едва он отказалась от своей сути женской сути она отказалась от своей семьи у нее была возможность на север вернуться она пошла на юг, то есть это все ее выбор как апогей, некий безликий то есть она стерла свою личность абсолютно потом как бы вернулась, развернулась для делать вывод Брианна, да Брианна, да и вот четко показано отказ от своей сути ведет к полной обезличенности и к разрушению, поскольку убийство других это, ну, мягко говоря, не женское а отказ от своей личности, от индивидуальности вот многие говорят, как стать где научиться тому, что ты умеешь как видеть, как муну, например это нужно отказаться от своей индивидуальности чтобы видеть, как кто-то другой чтобы стать другими меня радует количество взломщиков которые влазят в нас и умиляет просто пытается нас перепрегомировать ну, даже если получится они отказываются от себя со всеми вытекающими это фиксируется вернуться к себе они не могут у них начинается потом такой расколбас по жизни да, я даже могу и не сопротивляться даже принимаю, что они отказываются от своей индивидуальности и пытаются что-то сделать со мной но в итоге, получается, они улучшают меня вот эти все колдушки там заказывают все взломщицы тролихи, которые считают почему-то, раз они девочки им ничего не будет ну, сейчас ну, да, иногда что-то получается плющит и прочее ну, все, но у них все, у них разрушение души идет пока они не откажутся пока они не передумают грубо говоря не покаются так и тоже есть хороший механизм психологический но они, опять же, перевранные перевернуты неправильным да, можно сделать вывод отказаться кое-чего девочкам вообще очень, скажем так сложно, не сложно девочкам вообще нужно задуматься о том стоит ли что-либо делать потому что у девочек у женщин у бабушек неважно есть общие полиси и детьми и если ребенок выступает как слабая если, ну, скажем так более слабый энергетический то всегда прилетает на ребенка очень часто когда мужчина это я уже ну, по своему опыту допустим и мы об этом говорили очень часто когда в семье идет какое-то недоразумение когда мама не любит папу или папа ссорится с мамой когда между ним какие-то стычки идут бывает маленький ребенок маленький ребенок который очень часто болеет у которого постоянно проскудные заболевания у которого постоянно там сопельки насморки температурки мне просто очень сильно некомфортно да, это зачастую болезнь ребенка на тонком плане как следствие борьбы мамы да, причина это отражение причины причина это нарушение общего поля общая поля это забота семьи женщина это женская наполненность дома отношений как говорят в комочках отношалок мужик нацелен изначально на другое что будет если микроскопом будете забивать если мужчина начнет заботиться о отношениях эрдик недолго это продержится активность вовне это вот мужское поддержание чего-то какие-то процессы внутри дома это все-таки женское поэтому когда баба начинает винить в чем-то мужика значит она сама прохудилась в чем-то просто некоторые вещи они очевидны как бы это не печально для некоторых ну да стримств мало брия нотар да там и честно наемник тирина да там очень хорошо показано некоторые люди которые выбрали служение там есть и рыцари которые служат и обеты дают но они во-первых на втором плане то есть показано если ты с коном если ты положительный персонаж ты останешься на втором плане ты никогда не выйдешь на первый план там тоже все переврано и там отличная промывка мозгов в то же время там гениальные показанные энергоинформационные вещи и последовательность и возможность влиять на прошлое помочь себе через будущее например ходор hold the door который то есть там он сам через других но сам на себя то есть если бы он не сделал этого ходора вот таким образом жестким вмешательством в прошлое когда на них напали он будучи в прошлом не вышел и в ходора вошел а тогда во внутреннюю изнутри этого процесса будучи астрально в прошлом он в прошлом повлиял на ходора в петле да и создал петлю потому что если бы он тогда не сломал тогда того ходора уже усилившись ментально чтобы это сделать ходор бы не создался как вот этот вот не совсем умный человек где все его развитие не в интеллект пошло а физическую массу тогда он бы его не дотащил до предыдущего трехглазого ворона он бы не прошел обучение и так далее то есть создана петля и там очень хорошо показано возможность воздействия последствия этого воздействия когда ты можешь свое прошлое по сути изменить там тоже не все корректно но там откровенных нарушений нет но там так все показано что люди сами бы сделали вывод о том что в случае как в Мстители там Война Бесконечности и прочее там положительный персонаж Танос обосран по самой не балуйся и опять же не напрямую а люди как бы сами делают вывод что вот вот это плохой то есть карму перекидывают карма так называемая она идет за выбором а выбор люди делают всегда сами ну вот всегда ибо всегда есть выбор в колодце и спокойно жить или масочку одеть или QR-код оцифроваться как это или проявлять свою волю как он радовался что роба Старка убили на свадьбе и он сам погиб на свадьбе и вы самого отравили да иногда просто радоваться нужно Алена Старт Алена Старт которая отравила его потом сама приняла яд ей пришлось выпить яд пусть посредством мизинца но как исполнитель а на самом деле заказчица вот кто-то думает что карма не прилетает заказчикам можно пойти к бабке заказать и там она пошепчет и все и никому не прилетит во-первых прилетает чаще всего заказчику но исполнители тоже грамотная бабка умеет сбросить скидывает да и потом тоже прилетает но за другое и косвенно и обычно бабки работают через эгрегор в какой-то мере эгрегор их до поры до времени защищает конечно это защита не очень долго а потом он съедает но на какое-то время эгрегор обезличивает да там какие вопросы задают интересные да стрим будет записи да она запорожец прабабка лечила людей а потом по роду пошли да прабабка леча людей чтобы избежать кармы большинство колдушек уходит в некое состояние обезличенности и этот выбор фиксируется и идет стирание индивидуальности семья тоже для женщин индивидуальность проявляется в семье женщина это не информация это вот материя эмоции и прочее и идет вот по этой сфере идет по роду вот это вот всякие лечилки и колдушки приводят к тому что род вымирает все это выбор той самой сильной у которой самое большое поле а поле рода по-женски это поле самый магически сильный скажем так и все никто не может выйти за пределы и освободиться из-за этого и соответственно весь рот элементарно до цифр не стоит ханнивест но так что кого еще интересуют какие механизмы там очень хорошо показаны все таки персонажи с одной стороны и двузначность то есть как в чем-то есть и хорошо и плохо вот это вот Санса Старк казалось бы такая белая и пушистая сейчас такая страдалица потом тоже показана ее воля то что она ломала мужчины и мужчины пытались сломать ее все четко и в итоге с одной стороны она отстрадав много получила некую награду как бы корону но с другой стороны она получила разрушение то есть она продавливала свою волю но да в итоге получила но и получила разрушение в итоге одна как женщина тоже как королева будет одна женщина не может быть главной по определению так задумано таков кон фарма скажем так это ну блошадка и всадник скажем так это русло и река кто-то определяет взаимодействие информации и материи по некой мере по покону и она получила разрушение себя на каком-то уровне то есть она своей волей продавила она давила и мужиков она давила этого первого мужа короля как его с одной стороны да он монстр церковь все имена когда ну вот первый муж сын серсея старший да вот как раз я его и пыталась вспомнить вот этого белобрысого мальчика это вот о ком я забыла просто назвала его первым королем да так и есть вот так сана спрашивает какую роль играет обида ну давай попробуем разобраться что такое обида это когда чьи-то слова действия поступки не соответствуют нашим ожиданиям сразу идет такой вопрос встречный а что должны обида это в первую очередь то что разрушает самого обижающегося человека это просто не соответствие мира своим ожиданиям а обязан ли мир соответствовать вашему ожиданию да а должен может наоборот как раз я вопросы задала а должен мир соответствовать ну роберт брат и он интересный персонаж так вот а санса когда он говорил что вот может быть их когда твой брат мол придет сюда его голова будет висеть рядом с головой старка старшим а она говорит а может быть и твоя что-то такое в общем она в пику ему то есть она по-женски по идее должна выбор ее она сделала выбор следовать за мужем и разделять все его устремления она отказалась от своей семьи но она папу перестала слушать в первую очередь да там тоже начался замес он говорил я отправлю вас в интерфейл она же там подняла истерику что она сначала она настояла что она поедет туда на юг потом она настояла что она не поедет обратно ее выбор был то есть она всегда не следовала информации и воли мужчины и как результат мужчины ее ломали либо она ломала мужчин не давая поддержку то есть женщина дает энергию а мужчин распоряжается этой энергией то есть по его информации должны идти а когда женщина сама начинает распоряжаться своей как родник сам поглощать свою воду и решать куда пойдет эта вода то неправильный родник родник ломается женская сущность когда начинает баба командовать она себя ломает себя в первую очередь и всех кто вокруг вот и все Роберт Бартеон тоже интересная личность персонаж лжец которого сначала он был весь хороший да такой казалось бы изначально но алкоголик бледун и прочее и ко всему прочему вся история которая подавали она была перевернута ложная якобы он изнасиловал сестру я как бы он спасал эту лилию сестру старков которую украл король а на самом деле то он ее не крал он развелся с женой он на ней женился и все было по любви а все это преподнесли как повод для свержения и захвата власти и вот долгие годы карма шла шла и наконец-таки пришла еще хочу маленькую такую ремарку сделать тему обиды очень распространенные я по-моему в некоторых сеансах об этом говорила но хочу на широкую публику на более широкую очень распространенные сейчас техники прощения со всех сторон там учимся прощать пишем запись и мы прощаем там всех подряд это очень многие психологи практикуют это очень многие которые дают практику практикуют но я хочу обратить внимание девочек для того чтобы кого-то простить нужно кому-то вынести договор правильно так обычно стать выше стать выше как я говорю надеть на себя мантию судьи чтобы вынести приговор нужно иметь право вынести этот приговор отказаться от женственности стать над ситуацией над мужчиной по сути стать коном меня женщины судьи тоже радуют ломают себя и свои души просто вот в ноль и разрушают все в себе часто пап прощают мам прощают но для того чтобы простить вот первое что нужно на что обратить внимание прощают когда есть вынесен проговор а приговор выносят обычно судить женщине нужно поломать себя и стать судью это тоже прилетает некая карма но это не так что-то еще хуже произойдет а это разрушение себя это причина следственной связи отказываться от своей женской сущности принятие всего по сути становится не объектом а субъектом взаимодействия то есть по сути становится мужиком и вообще это глупость ну прости грабли наступи на них они тебе по лбу стукнут а ты прости их и еще раз все выводы не сделай так прощать может и бесконечности и за что агребла то сама наступила граблям все равно да глубоко нравится мне эти призыватели кармы и прощатели граблей техника отпускания да призвать карму это человек пытается реально поломать кона до механизма да призывать закон тяготения вот он не работает сволочь к чему-то да он твердо стоит на земле давай-ка призовем это что локально потом дальше раз два три карма работает силы первотворца много клоунов и в рясах и без ряс и в челмах и с пейсами просто радует лишь бы людей сломать увезти ну не думающих время не думающих людей оно проходит Сергей Иванов спрашивает говорит не в тему но где искать проблемы если с зубами Серёж ну что такое проблема с зубами что ты пережевываешь так прям уж зубы стираешь или напряжение с круглой или напряжение или с родственниками или банально кальция реально не хватает тут у каждого это нужно индивидуально просто причина поломки машины на какой машине какая поломка вот с колесом или шины не поменяли как этот мем да самолет упал потом уже летел да или денег не хватило на обслуживание или мудак хозяин решил что там пять сезонов на одной или зимой на летний резин ну вот надо нужно смотреть общие вопросы так радуют а еще радуют тролли которые под дурочек типа а вот что если а что вы думаете о таком-то понятно что но цель то стравить это показать нас злыми или меня например такими злобными надменными что выше других и прочее кто-то дефективно и сразу удалил это в смысле что я плохо разговаривает чего дефективно сразу удалил и типа не давай забаним не усел это тоже карман не не разговариваем если если вы темные странные правили женщин не было бы ни одной страны друг с другом воевала много стран которые друг с другом не разговаривать это тоже карма дефективно пишет да она тебе пишет да правильно я понимаю да бывают такие коментации да не надо быть на сцене ну что ты спрячешься заблокирована это просто видимо раньше ты ненавидусь свет и свете да 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 пишет ну да такое оживление раньше это много троллей было а грибло некоторые думают что ничего не будет но я то с троллями работаю только когда достанут достанут они нужно дойти до определенных уровней из этих определенных уровней я работаю но поскольку там другие уровни плотности то на человеческом уровне я то иду с больших плотностей внутрь а там ближайшие по плотности с теми уровнями с которых я работаю с чем-то это душа это первое что раскалывается нахрен соответственно некоторое время даже все хорошо и даже очень немногие могут понять что произошло на душе то уже нет а все такие белые пушистые девочки думают что ничего не думают что с ними будут играть в их игры и как-то вот магически как-то там же они все в эгрегоре все защищенные все такие крутые а жопа голая как у страусов голову то они защитили а жопа вот прилетает и года через два когда все уже некоторые успевают понять что произошло но меня так радует вот наивность некоторых кто с нами работает они не понимают чем они рискуют определить уже некому все исправить никак ну все кристаллик нету а что с драконами какая сила захватчика там звезда появилась когда драконы родились долго была магия вернулась этот показал классно это квинтэссенция магии не время для драконов тоже хорошо показано дракон вернулся магия вернулась порядок вернулся Лукьяненко классно показал просто классно показал Лукьяненко в хорошем смысле сука очень много видит очень много переворачивает уважаю всем рекомендую читать Лукьяненко вот по нему тоже можно сделать отдельный стрим как-нибудь рекомендую прочитать вот пусть даже будет тошнить но всего Лукьяненко особенно самые известные вот там не время для драконов не время для людей спектр зеркала да отражения зеркала и прочее звезды холодные игрушки тоже принцесса стоит смерти и так далее там очень классно все показано очень ну шедевр по-моему это лучше лучший фантаст мне кажется на данный момент на этой планете но то фантастического там мало по-моему блин Волга Волга ну посмотреть бы еще разбор много чего надо делать аванпорт пчеловод висит долго клипов ну много во-первых каждый клип это нужно в это время мало смотрит во-вторых очередь и много актуальных вещей я даже отошел от новостных актуальных обзоров больше в пользу плюс история вот тема с бронек лапаками вылезла это ПВО Европы классная она много где есть и на самом деле как хочется рассказать как работали силовые поля и деференции волн почему такие вот бойницы в кавычках показать другие интересные посты наблюдателей бронеколпаки в кавычках и бункера по всей Европе однотипные что северная линия что линия Можино что бункера в Италии Брестская крепость и так далее что в Польше такие же однотипные бункера как во Франции стоят одинаковые ну тут никакой фантазии и странные бункера с прямой такой стенкой обычно бункера доты огневые точки ставят закапывают а тут просто такую коробочка стоит вдоль всего побережья Норвегии в России полно Польши и так далее то есть для обороны сбоку защиты от снарядов они ну вообще или я что-то не понимаю в военном деле мы работаем ну решай стоит тебе смотреть не стоит ну что ты кому вопрос создаешь можно книжку прочитать книжка тоже отлично книг те кто служит всегда на вторых ролях но ни одна королева не обходится без преданных ей слуг которые влюбляются влюбленность единственный залог служения тут так показано на самом деле не так все это не совсем немножко переврано очень хорошо переврано хочешь искренне идти за мужем причем неважно за каким почему-то откажись от любви вот это вот дочка внучка алины которые сначала один муж был педик и не интересовался другой маджери да вот этот вот кастрат хочешь быть государственником предавай всех служи всем независимо ни от чего но в то же время даже королевиш крайне предай везде акцентик на один глаз кстати там тоже символизм и циферки и много чего ну вот так они себя трон это обязательно колючее что-то железное и не пригод политика грязное дело надо же в общем хорошие люди показаны отморозками отморозки показаны хорошими и успешными любви нет все манипулируют любовь если есть то она вокруг крови резко отрицательные персонажи могут любить и делать все ради своего сердца и все делают ради детей но какой она монстр по сути в то же время другой персонаж который не монстр и все делает ради детей это мать жена этого старка старшего кейтлин и она была убита и она все потеряла ну как какой-то момент на момент смерти потому что она пожелала смерти вот как она сама сказала она пожелала когда-то смерти этому мальчику и все ее дети тоже погибли вот тот который карма да да она не приняла волю мужа каким бы он ни был она пошла против воли мужа против своей женской сущности против детства но детей да не приняла одного ребенка и потеряла друг вот воробейшество тоже хороший вариант показано усилила фанатика в сердце вот женщины очень хорошо эмоционально показано эмоционально поступают и что с ними становится они не просчитывают последствия потому что нету женщин такого свойства просчитывать они очень эмоциональны и живут эмоциями и это хорошо и это отлично да ну просто есть такое свойство что-то пришла нужно смотреть какую эмоцию общаются эмоциями информационной составляющей в женском общении почти 0 примерно ну это отлично просто разные уровни мышления это хорошо тоже показано так вот она усилила и вернулась по ней она усилила воробейшество и все это вернулось по к ней все просто трехглазый ворон да нужно отказаться от всего пойти по духовному пути и духовный путь даст тебе в итоге власть это тоже немножко документалка как и многие сериалы например во все тяжкие тоже там все переврано но тоже документалка карточный домик документалка на некотором уровне мы вообще там только свое видим на некотором уровне в этом сериале наболевшим интересно реально много интересно показано и следствие причина следствия причина следствия все очень хорошо показано если убрать антураж если убрать сказочность все не циклиться на механизмах очень хорошо показано предал и получил разрушение себя своей сути отказался от своего рода и получил изначально предал старков и получил следствие там очень хорошо показано совпадений там не бывает ни в жизни ни в этом сериале я уже не верю в совпадение это проявление кона любое совпадение это проявление кона для меня не бывает совпадений бран отдал все по сути лишился всего и получил все другое просто оно ему нахрен не нужно ибо настоящему правителю материальное просто сто лет усралось мягко говоря да и власть что такое власть это ответственность это умение отдавать кто-то еще думает что власть это что-то брать когда что-то берешь то отдаешь больше нет власть это следствие умения отдавать и принимать ответственность то есть карму то есть кона то есть умение быть коном в итоге то больше кон того больше власть не сразу через некоторое время но как бы к этому все и придет мне так кажется космическая одиссея но блин ну да промывка мозгов у барби отнесли но это уже не по теме отсылочки к этой космической одиссеи во многих роевых фильмах есть манечка ты красива даже если это не написано просто ты сказал спасибо ну хватит между собой собачиться так кого еще что интересно да самосбывающееся пророчество тоже интересно пророчество и сказали что как будет не это зафиксировано насколько это сказано насколько это реализовано вопрос сказали ребенку что вот тебя так будет все получится он уже верит и он уже знает что у него что-то хорошо получается он это будет усиливать хорошо рисует вот скажи что будешь великим художником и он будет идти по этому пути например может сказали значит так и будет значит нужно тренироваться работать изучать и прочее ну тоже вариант программирования всегда говорили что у нее сумасшедший отец был который сжигал там всех подряд и что из девочки потом в конце получилось и да тут тоже сказано как изменить желая убрать колесо они становятся колесом стали очень хорошо показано какая вогнутая земля блин мозги вогнуты у тебя меняемые линзы намекают что думать нужно кто-то сверху ну конечно а если было несменяемые линзы что ты имеешь ввиду иди со своей херней отсюда подальше так я радуюсь что всем понятен вопрос кармы никаких вопросов поэтому в этой теме в общем кого что зацепило какой персонаж и какой момент детей забирают и себе присоединяет ну а крещение тире обрезания и прочее это не тот же не то же самое забрали у родителей дали типа других энергетику в рой то есть в эгрегор потенциал в эгрегор ребенок как бы умирает соответственно есть потенциал идет в эгрегор тем кто стоит во главе эгрегора и слушкам у них все хорошо прется у них и лечения и магия и интеллект ну а детям что магия черная магия в чистом виде все религии на мой взгляд черная магия нехорошая тире он убивает отца да он убил его он отказался от его он забрал его любовь он много раз обманывал и получил деревья классно показано священная роща символ руна все это как галактика дерево отсылка галактики что все все что происходит это в галактике происходило в некой далекой далекой галактике в преступлении к звездным войнам один в один и ну не то что желаешь Оксана дело не в желании бумеранг а если это произошло в твоей голове ты это с кем-то сделала то это уже сфиксировано во вселенной то ты это уже сделал с кем-то и значит это произойдет на каком-то другом уровне но оно произойдет то есть это уже произошло для вселенной вот это уже произошло соответственно механизмы от ветки от ката они тоже действуют красиво ну конечно романтичный сжигают девочку по воле ведьмы жертвоприношение и в итоге она себя сожгла и родители гибли ибо детей нельзя пока она сжигала чем-то кого-то другого туда типа как-то это работало да король формировал вот несколько моментов прямо открытые глазики вокруг нее роя роятся все забирала рабов которые жили в семье и формировала свой рой мураши другая королева может свой рой перекодировать подчинить ну это мы о своем как всегда она болевшим сериал недавно мы тебя смотрели поражена сколько крови разврата и жестокости но разврат это один из методов открыть когда мелькают голые сиси скажем так человек перестает воспринимать информацию как они думают и начинается загружение сознательная часть и в подсознании пойдет информация на этом вся реклама сделана покажут сиськи-письки или романтику и все и выключается что у женщин что у мужчин просто у женщин это романтика называется у мужчин порнуха вот поэтому порнуха вредит мужикам а романтика вредит так называемый романтик вот это вот киношное придуманное неестественное женщинам вредит метод открывашка поэтому там бешеное количество цимбл тарли да пошел в науку там тоже показано немножко другое любая может получить все и стать королевишной какая-то дикарка может получить мужика в любых условиях даже с ребенком от отца и прочего от своего или там деда из любого и стать по сути владелицей заводов газет пароходов великого дома тоже некая сказка романтика социальный лифт романтика для женщин там женщин тоже мозги промываются и отлично просто великолепно да персонажи все продуманы все интересны игра в образах аукается актерам в реальной жизни ну вот басня такая есть что если умер на сцене умрешь в жизни нельзя проиграть и стать на определен если ты отказываешься от себя играешь некий оторванный образ то это одно ты отказываешься от себя из разрушения многие актеры стали алкоголиками и прочее да идет одно разрушение а если ты напяливаешь на себя и не сильно разозрисляешься то получается некие свойства перетягиваешь то есть ты прожил другую жизнь и соответственно и карма за эту жизнь и карма кон воздействия вот этот чувак который тоже был сделан этими детьми леса для того чтобы противостоять королю ночи тоже он положительный персонаж как закатила так откатить банки нахо есть ли улучшение в нашей жизни после проделанной работы что считать улучшением ну и заснеженного нижневартовская я в тепленький тепленький в добрую воду переехал улучшение бороду отпустил чуть плющить меньше стало но по другому уровню больше что считать улучшением что может улучшить мою жизнь деньги я и так кушаю вот фруктики сорванные прям вот с ветки свежения куда рыбу только что выловленную кушаю кофе вкуснейший и прочее все точно ветро апельсина осталось да неспасенный вон вы уже зажрались уже висят у соседей мандарины мы не спасли этот урожай все леньки просто леньки так что ну что может улучшить мою жизнь что считать улучшением физические параметры бицепс круче или что судья дрэд это немножко другое трамп всегда играл в кино под своим именем да единственный актер который всегда играл себя ролей много но он всегда играл себя тоже символично тоже есть о чем подумать трамп вообще мало чего случайного но есть где-то да старые фотки без бороды и даже людям заняться да вот то блин зачем фантазировать о белье без бороды кто-то бабушка непоглаженный свитерок красивый но это их как бы уровень восприятия ну так причесочка классенькая там и так далее психическое заболевание паранойя появившаяся тут все что считает параной тут все индивидуально нельзя сказать что это как один рецепт для всех понимаешь как помочь умершим а в чем им помогать мне уже умерли но что-то им поможет как-то не очень поняла и тоже да но провоцирует некоторые вопросы тролли считают себя по-прежнему почему-то самыми умными хотя далеко не так но они считают что они могут провоцировать и прочее да там классные съемки классные места показанные допотопные крепости вертикальные бойницы так называемые которые щелевые антенны это тоже стоит посмотреть локации тоже очень отличные помимо графики в общем рекомендую просмотреть либо пересмотреть этот сериал как и матрица очень хорошо продуманный очень хорошо если ты не потыкаешь своим прихотям ты получается безвольный вот те же безупречные они безупречные потому что импотенты потому что они служат а служат только те кто не себе служит скажем так любое служение обществу либо идеи ты ущербен пресс на себе можешь поставить ну что за что-то не то тут как сны влияют на карму кошмары они влияют а как кашель влияет на карму гриф это как холодная и длинная мерять на и карма правильно совершенно разные уровни илья сок свежевыжатый может делать из тех мандарин которые не съели знаешь вот из этих мандарин которые сейчас висят можно сделать свежевыжатую брашку немножко поели причем такой легенький алкоголь одного мандаринчика голова зашумела ну что значит если мы много-много лет уже не пробовали алкоголь да на сто лет не надо но все равно нет это естественно алкоголь и он иначе действует а вот то что перегнанные водка это вот ужас все же в природе гармонично и все не зря и природное оно полезное вот когда оно переработанное и искусственное то что есть в природе все вещества можно полезно могут быть полезны и безопасны а вот когда искусственно догнали до 40 градусов причем искусственно это просто вред великий то же самое естественный табак и естественные любые вещества это просто инструмент это можно использовать относительно безопасно и организм знает что с этим делать а вот когда то чего в природе нет организм и психика не знает что с этим делать поэтому любые неестественные вещества они видны место не нашла кто-то пишет она хотела посадить витаминизировать будут по всему миру disease x до готовит все будет потому что планы по уничтожению человечества никто не отменял а это уничтожение уничтожили 200 лет назад и до уничтожают ломая суть структуру пытаясь все изменить и сейчас и не я думаю что ну уже тут думаю что они их вот не получилось и они все оставят как есть кто настолько наивен вопрос так тема алкоголя сворачиваем это просто упомянул и тролли начинают уводить и выбросы карму и брус кармы убрать и жить по своей карме просто живи своим умом твои решения и твоя ответственность за твои решения за последствия вот и все то что рыевые откуда карму сознание которое в миллионе в двух там в трех тел разумов летать по разуму у душе поток пока механизм был заточен на прилет и взаимодействие того что имеет душу поэтому они пытаются создать не карьевое сознание которое будет рулить всем а сбрасывать карму на других местах компьютеры искусственный интеллект так называемый но это тоже будет иметь некие последствия часто прилетает по сознанию тоже и вот они это еще не поняли что правила изменились кардинально а почему и как они изменились но это воспоминание будем выкладывать и тир да спас сансу старк а мне и другая с ума через это мизинец мы уже говорили он не спас сансу старк он использовал ее как инструмент наиболее замуж выдался садить разве это спасение и лишь для того чтобы через нее управлять севером он рассказал его цель трон и он для этого всем манипулировал всех и мелком промо стравлива между собой если бы не трёхглазый ворон который просчитал его вы и увидел у него бы дальше так все получалось ну на всякую хитрую на хит на хитрую пятерню петера найдется и глазу и ворон так задумано тоже хорошо показано сестра кейтлин лиза которая живя с мужчиной любила петера до отравила своего мужа и потом тоже выбросили она тоже упала туда она выкидывала других на была выкинута сама в итоге все просто так надо к финалу подходить поскольку больше часа уже идет финальные вопросы мы с конца отвечаем идти я понял дальше мы дали я отдал скажем так моно объяснила я думаю доступные мужчинам и женщинам ключевые вещи а дальше смотрим хорошо и костюмы и речи и символы и места гениальнейший сериал вот искренне рекомендую но опять же со включенным мозгом просто со включенным там кое-где показаны ромбики там где и в драконов этот мыс драконов там деленное где сидела королевишна на мысе драконов там где она сидит сзади такой некий холм кусок скалы который во многих клипах тоже показывал как красная королевишна сидит один в один потому что это имело место быть как на начало роя как сформировано во многих клипах и то есть от образ и вот такой там кое-где есть ромбики проскальзывают чтобы ассоциации с плохими людьми у людей ромбика формировались варизм нам тоже присутствует и и неплохо скажем так поэтому думать там руки у детей корма рода ну это их и и рода и некий урок это опять же нужно смотреть индивидуально здорово чтобы он тоже принимает очередь коньяк всегда принимает только рядышком сижу обычный и отсвечивая регион латвии но сложно читать где колонны рт ничего не понял ника джейч устраивающие магические обряды мои желания ему тоже ничего не в не понял как он реально был ну не на этой земле но был фильме так точно ждем битва с королем ночи не было основной но потому что это не главный персонаж не о том сериал если я не поняла что но вчера поняла но последовало своим путем она отказалась от спасения человечества и человечество сказалось от спасения геом вопрос если один человек говорит другому что ненавидит чтобы это значит но одно дело говорить и третье дома цели совершенно разные если женщина берет на себя в себе в себе принятие comm судьбоносных решений если женщина вообще приня malfи берет на себя принять стар Rams решение то это не женщина А если все мужчины в семье инертные? А почему они инертные? Потому что женщина такая есть. Вопрос. Что раньше, яйцо или курица? Вот мне пришлось. Да ни хера тебе не пришлось, ты сама это выбрала. Стала над ними, над мужиками. И не то, что по-женски направляешь, манипулируешь. Потому что женщина изначально сделана так, что многолико, но внутри семьи. Для детей она одна, для мужа другая, для родителей. Братья третья. То есть быть актрисой как бы многолико, ну так заложено. Гибкость, скажем так. Нет понятия вот как мужиков. Святое, принципы дважды два четыре. Гибкость. Как выгодно, так и будет. Как выгодно, так и будет. Это же, другая, это суть. Это вода, женская суть. Но когда это используется для того, чтобы манипулировать и самой решать, а не приспосабливаться под. И вместо гармонизации, наоборот, тех ссорить и только для себя. То есть не быть родником, не наполнять и не давать, не гармонизировать. Манипулировать, решать, управлять и страулировать. А тогда идет разрушение от женской сути. Тогда идет и болезни женские, и психика, и крышу срывает и прочее. Да, вот эпизод, как мизинец на, на, там, обучает шлюх принимать свою природу, женскую, и мужскую, и с помощью женской энергии открывать и управлять мужиком. И да, вот там черный, красно-черный, там ромбик, в то же время ромбик, вплетенный в другое, в искажение. Вот он хорошо некоторые вещи рассказывал. Насчет роли женщины в семье, я бы сказала, это мое мнение, я думаю, что мы женщины должны больше отдавать. Мы женщины, мы рожаем детей, мы кормим их грудью, отдаем молоко, отдаем себя, ну, это наша суть. А если мы начинаем дай, 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 мы этим тоже ломаем себя, потому что... Когда родник начинает потреблять, то что, это все, это уничтожение своей сути родника. Бабушка увлеклась диагностика кармы, Лазарев, да, ну, этот вынос мозга, как свеж, как и Лазарев. Абсолютный бред, очень многие сошли с ума, читав эти книжки, углубляясь. И там очень хорошо, как и в Библии, некоторые психотехнологии для сведения с ума. Там очень хорошо противопоставление некоторых вещей. Гладкое с длинным сравнивают и прочее. То есть, это для того, чтобы выключить критическое, логическое мышление и хорошо забить некоторые установки. Очень грамотно, очень нехорошими психологами, очень разумными, но подлыми написана эта книжка для того, чтобы создать секту, увести людей, разрушить. В 90-е много таких вещей было, титанских, выпущенных, включая вот эта вот диагностика. Тренировались и использовались некоторые вот эти технологии, которые еще давно были отработаны. Не только на нашей планете, но и пика дошли в Америке, когда секты делались и тестировались некоторые вещи. Очень хорошо. Можно смотреть, что сделалось нашей страной и с людьми в 90-е годы, такими, в том числе, такими книжками. Будем, наверное, заканчиваем. Да, наверное, на этом заканчиваем. Замечательные персонажи, изучаем каждый. Можно пронизировать не только персонажи, а почему этот персонаж интересен именно тебе, чем, что резонирует, что не резонирует. Пересмотреть, понять, мы указали только некоторые. Понять себя, да, один из слоев. Или один из слоев, да, каждый может посмотреть сам. И посмотреть свою реакцию, и посмотреть, почему в тебе такая реакция, когда это началось, к чему привело. Но больше всего нужно посмотреть, мне кажется, на то, что вызывает отвращение, вызывает отвращение то, что болит, а болит там, где рвется, там, где тонко. Именно вот в этом проблема. Так что, я думаю, есть о чем подумать. Думаем, изучаем, смотрим. Пока еще люди не сильно заняты выживанием. Выживание будет занято в России, люди будут попозже. И борьбой так, что пока есть время подготовиться, продумать и понять себя. Всем добро. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok